Октябрьский мост – типичная ситуация. При выезде с улицы Парковой водитель большегруза врезался в Рену Логан. По словам инспекторов ГИБДД, виновник ДТП не выдержал безопасную дистанцию. Перекресток под острым углом получается. Не видать в зеркало, что идет там транспорт или нет. Мне приходится голову поворачивать и смотреть. Из-за этого я не вижу, что передо мной происходит. Машина поехала, если я краем зрения увидел, что машина тронулась, допустим. Я тоже начинаю потихоньку трогаться, чтобы проехать. Движение плотное утром. И получаются вот такие вот эксцессы. По статистике в городе каждый день происходит порядка 20 столкновений. В эти выходные их количество может увеличиться в разы, предупреждают инспекторы ГИБДД. Привычка не соблюдать дистанцию в заморозке сыграет злую шутку. За городом выпадение осадков в виде снега зафиксировано. На это Вологодский район, Череповецкий район. И, конечно же, хочется обратиться в первую очередь к нашим уважаемым водителям, чтобы не было ажиотажа в первые дни, когда выпадет снег. И для них не было неожиданности, что наступает зима, чтобы начинали уже менять летнюю резину на зимнюю в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В областной столице день жестянщика уже наступил. В разных районах Вологды почти в одно время столкнулись 16 автомобилей. По версии полицейских, причиной стали ночные заморозки и гололедица. В эти выходные синоптики обещают серьезное похолодание и в Череповце. Столбик термометра здесь опустится до 0 градусов. Возможен снег с дождем. Несмотря на то, что пришло время переобуть своего железного коня, череповецкие водители пока не торопятся делать это. У меня жестянщика не будет. Если выпадет снег, я поеду лучше на трамвае, потому что опасаюсь за машину. По погоде так еще, по крайней мере, нет, с одной стороны. Но мы как бы хотим, потому что ребенок маленький, а надо ездить в деревню. Поэтому да, в ближайшее время, в ближайшую неделю, да, менять. Мне кажется, когда 0 градусов постоит хотя бы день, 2-3, тогда уже можно будет менять резину на зимнюю. Я буду менять, потому что я работаю в такси и безопасность пассажиров для нас превыше всего. Эксперты советуют менять покрышки, когда среднесуточная температура несколько дней держится ниже плюс 7 градусов по Цельсию, есть ли при этом осадки или нет, неважно. При такой погоде эластичность летней резины ухудшается. Переобуться заранее стоит и для того, чтобы не стоять в очереди в шиномонтаж. Пока особого ажиотажа нету, но машинки уже переобуваются. В принципе, еще даже рановато, я бы сказал, потому что если у вас фрикционная шина, то уже можно менять, температура позволяет. Если же шипы, то еще рановато. Нужно подождать, соответственно. Сменить нужно не только покрышки, но и манеру вождения. Резкое торможение, несоблюдение дистанции и превышение скорости может привести к трагедии. О том, что в Гололедицу тормозной путь автомобиля увеличивается, должны знать и пешеходы, и всем участникам дорожного движения стоит быть внимательными на дорогах. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Новости.